выделяешь ну что от первого лица давайте только я себя уберу оставим фоги и еще чатик его противник фокус и собственно ради этой серии я хотел сегодня днем постримить непривычно далеко находится зума утвердите на из фаги частот с 21 на 1 из эпилепсии будет потому что так прищуриться особенно не фокусировать взгляд и на тартл уроки фагич играет через кипером о все плохо привет тоже давненько давненько все плохо все плохо не было и тут этот он пришел и тут вдруг стало все плохо просто тартл рок карта такая она для козла сложновато по серии причин во первых тебе крайне сложно поставить базу из-за того что по сути у тебя две точки которые имеют довольно серьезную защиту то есть что черепахи перед тобой три штуки что там тролли огры справа это ни в какое сравнение они не идут с со стандартными картами типа где один маленький синий огр и два маленьких тролля поэтому мне кажется что фоги будет ставить базу у себя просто нами не если он будет играть а судя по тому что у него козел он будет играть через xp это наиболее безопасный способ и даже наиболее быстрый способ поставить эксп не банамур тартл рок тартл рок сейчас уже вошел в он несколько изменен был под баланс или предметы но это в общем не конкретно этой карте но в целом убрали ближние респы на тэре но в целом он остался без изменений после там каких-то мега масштабных изменений в свое время когда убирали руны лечение по центру меняли что-то меняли еще не помню он играет со звуками из игры но они очень тихим прям очень тихим интересный маршрут криппинга обратите внимание у фогича он выбивает ради разведки артефакта предмет который вообще находится рядом с продавать будем я просветку просто взял я подумал зачем ему кольцо продавать для второго героя пригодится и пошла персонал очкам он пытается понять где находится сейчас хорошая застройка видите blade master при всем желании зайти может только в строго отведенное время куда написать что мы лт запилили наконец-то верно ее запили и вернули карту в пул blizzard с портлатом мозгур суд там не только в там проблема же еще в том что с респами непонятно что делать и с фонтаном непонятно что делать все таки решил продать на видим где делает мы я угадала со стратегии фогича ну потому что а где если ты справа будешь ставить на красный это там орк постоянно проверяет и ты защитить не сможешь и видите откуда он прибежал вот так вот фогича там плане конечно действовать очень грамотно то есть тот мэйн который этот то дерево которое у него выращивается на мэйне порк не может не отменить никак из-за того что глухая застройка и blade просто не пробежит поэтому нычка достроиться да ей понадобится несколько больше времени для того чтобы добраться до шахты но но по сравнению с тем что там нычка тратят там 20 секунд на то чтобы дальше дойти до точки или там шахта от меня и нычка отменяется постоянно во время строительства первый вариант гораздо более предпочтительным вы ресурсы не теряете и время выигрываете добываете больше перспективе счет пока 00 сегодня одна из стадий групповых будет после этого еще следующий но вот из текущей групповой насколько я понял из формата выходит два человека в следующую стадию сейчас у нас четыре человека в группе и выходит собственно двое пион отвлекает немножечко алхимика крипят хантреска очень плохо танковала это абсолютно не не нужно было ненужная трата здоровья так скажем что мало потому что по хантресе бонус по герою штраф так еще надо учитывать что у героев как правило броня выше чем у хантрес то есть ты там где-то в два два с половиной раза больше урона просто получаешь кто фаворит данной паре хороший вопрос я не знаю я не знаю круг статистика у них должна быть приблизительно одинаковая ну так на это предположение увидят-видят блэйда на красная точка слева но все равно не успеет туда очень странный крип они от успевает но стоило ли она того или нет соответственно потерял время с деревом стаффа не хватает держал ваш канал на 100 рублей с голосовым со негатив привет и спасибо негатив да вроде как отогнал он но вот не хватает на мой взгляд ему вот в этом моменте было опять магазины и став он бы эту арчу спокойно спасал увы и деньги у него на руках есть для для этих целей сейчас будет магаз запоздал и как обычно красную точку контролит видишь торг намеревается туда пройти не сразу взял к сожалению но в целом в целом все нормально базу ему не отменяли это для агры врага идет сразу на перехват . сбора переставить с бараков до заказать рабочих немножечко отменил даже это блин вот это плохо ну козла не доконтролил придется тп сейчас дам на ровном месте мы козлика оставили но с другой стороны в такие моменты ты понимаешь почему такое произошло то есть просто видишь что он был в другом месте и киперу не дал задачу отойти порчи есть у врага к сожалению за вышки дают повышенное количество экспы но правда не за вышки первого уровня ой можно подлечиться же вот и подлечился фокус получает третий уровень кипер правда тоже уже третий вышки сразу отстреливает базу слева контролирует в целом ситуация неплохая база у нас сейчас заработает правда сейчас не нужно сражаться с противником надо наверное самому зачистить каких-нибудь черепах рядом с собой вот этих рискованно чистить кстати да фокус уже здесь сейчас могут черепахи на тебя сахнуться ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй фокуса уже много довольно таки много Ситуация непростая Вроде как хочется вписываться, но Но не за что То есть он не может подрезать Не может поймать момент, когда Ну и выходить с лимита надо готовиться Там шаманов очень много Уже необходимы виспы Саха третий Виспы здесь Классно прикапывает, САУ сразу вешает Там второе лечение Выходит из лимита фогич Сейчас хороший момент для диспела А, идет строительство Ой, фокус не разводит Шаманов не разводит Виспы задиспелили почти Ну, там только два шамана успело От двух виспов уйти Но в целом ситуация хорошая Наверное, хорошая Маны у шаманов мало Фоги Подмассивает Арчей строит Светок лечения есть Но только один Да, надо сейчас подготовиться К К атаке вражеской базы Он там должен Фокус еще ставить Лавку, наверное Кипер возвращается Виспов достраивает Готовится к диспелу Только сейчас Магазин строится Фокус рядышком 60 лимитом Хорошие совы Да ладно Он и здесь выманивает Но это ошибка Блин Мы профукали Сейчас еще один артефакт Собирает Фокус Там бетон есть И вышка доделывается Ох, плохо Вышка доделается Арчи отстреливают Варды Гранты уже лезут Вперед Блэйд В куче И доконтроливает Видите Хантреску Арчу Уже надо было Свиток лечения Использовать Чтобы Этих Спасти Учас Еще минус Хантреска Теряются два гранта Судя по трупам Но Это уже плохой Расклад Очень плохой Алхимик может умереть Делает Свиток Убивает Еще одного гранта Оставляет Противника Отступить Но шаманы Живые Регенят Ману Вышка Уже Стреляет Соответственно Надо Не продавить Здесь Да Фокус Очень четко Отыграл Фоги Отступает Вынужденно Но база У противника Сейчас будет Уже работать На полную катушку И штурмануть Ее таким составом Учитывая Бетон А Фогич Т3 Успел Жмякнуть Который Судя по динамике Уже почти Доделался На красный Да Решил Классический Косарь Голды Я даже Подумал Может быть Ему не стоило Вы дальше Сейчас выходить Из лимита Типа Дождаться Т3 Посидеть Какое-то время Орг Выбивает Артефакт Справа Кстати я заметил Что фоги Не проверяет Артефакты Которые Выпали Вот он Дважды Дважды Тыкал Но не видел Что там Выпало Врагу Соответственно Не знает К чему Готовиться Если что Есть Арба Есть когти Красную Можно попробовать Забрать Но на него Кажется Уже идут Да Идут 52 лимита Фокус Очень быстро Конечно Из Такого состояния Защиты Переключился В агрессию Энты Подставляются Пурч 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 Тыкают на шахту Выводят Фоги Еще виспов Надо Close The Beast Диспелить Молодец Нычка Может не выстоит Похоже Что не выстоит Какое Лечение На виспов Ой Молодец Фокус Много Вкладывает В эту Атаку Но если Ему Удастся Убить Похоже Удается Это Все Минус Эксп Огромное Количество Трупов Хотя Трупы Не только Грантов Там еще Я вижу Там три Гранта Два Кота И один Рейдер Слушайте А есть Где-нибудь Трансляция Не от Фоги То есть Чтобы можно Было Там Звуки Какой-то Фон А то Реально Звук Из игры Нет А микрофон Включен Я слышу Только Да Это Отчаянная Попытка Пробиться Дальше Ну Вышки Работают Прекрасно Там Уже Кодой Молодой В армии Орка Алхимика Ловит Героя 4-4 Персональный Телепорт Инвул Падает Алхимик Это ГГ Бывает Вилплейт На русском Стримит К сожалению Это Это Будет Это Будет Не очень Удобно Потому что Я буду слушать Спорить Леса Не хватает На выкуп Алхимиком Фогич Не сдается Пытается Добить Алхимика Взял Там все равно Армии В два раза Больше Это конечно Очень интересно То что Орг Здесь 30 секунд Бел Или минуту В здании И Вообще Ничего Не потерял Практически Пятый Блейд Третьи Криты Под матч Ощутит На себя Кажись И начинает Сорчи Заходишь Клэн Запускаешь Игру Они там Есть На Нет Из Просто Их Не было Спасибо Хавку За Можно Само Двигать Курсор Это Какая То Магия Это Вот Здесь Вообще Вар 3 Сейчас С вашей помощью Я надеюсь Заберусь Ну Потому Что Вверху Игру Все О Кстати Мун Фокус Фоги На Тартл Роке Спасибо Хавка Что Я Сто Лет Уже В Нет Из Не Заходил Мышкой Можно Будет Потыкать Много Контроля Под Лечением Виспов Было Одного Виспа Можно Было Беспыль Нать Так А Зачем Какой Смысл Там Как Раз До Этого Одного Виспа Могло И Не Хватать Для Для Починки Привет Беларус 369 Эх Я Эти Азиатские Перестал Играть Так Как Я Полтора Года Деньги Выбивал За Квали А Ну да Китайцы Они Так Я Я Видал Три Лечения Алхимика На Виспо Фало Так Ему Больше Некого Было Диспелить В смысле Лечить Ван Ло Ну то есть Орк Старался Всеми Атаковать Нычку Все Это Был Ключевой Момент Зачем Тебе Кого То Лечить Если У тебя Тебя Никто Не Атакует А за Вца 14 Заплатили Нет Минус 100 Капец Там Возможно Он Не Совсем Правильно Задиспейлил Скрол Забист Надо Было Попытаться Не Только Грантов Цепануть Но И К Шаманам Подвести Ну К Шаманам К Сыхе Беларус Говорит Давно не был тут Приятно тебя слышать Хорошо что пришел Болеем за Фогича Ему конечно тяжело Но мне кажется что Во многом тут и карта тоже Помогла так скажем Потому что на Теере Для Орка приятно Очень много Приятных предметов То что они зарядные Это для него Только плюс На мой взгляд То есть Не зря Фокус Старательно Выманивал Выбивал Предметы Из больших черепах Потому что Они как раз Ему помогают Продержаться От тайминговых Атак Короче Да Ждем следующего матча Там Мун играет Еще 17 минут Там вообще много Параллельно интересных матчей Но я думаю что нужно Все таки фокус Фоги Посмотреть Дальше уже По ситуации Да Да Фоги так Призадумался К сожалению Может тыкнуть в герой Надо было Да Я не знаю какие там артефакты Были еще У Бейдмастера То есть мы увидели Что был использован Скрул оф зе бист Один из трех Инвулов вроде он не юзал То есть там вполне могла быть Какая-нибудь большая бутылка Или большой инвул То есть Инфы у меня не было Относительно того Стоило Можно ли было тыкать в герой Или нет Когда вас в переходе С Муном гопануть Хотели Мун показал Кунг-фу и микро Что Не знаю о чем речь В переходе С Муном гопануть Может это когда Они на этот На Гамикс Приезжали Но я с ними Не Не пошел вечером Там была компания Другая Женя была Диан был Здравствуйте Почему-то не видно Твой канал В вкладке Варкрафт Только Вп и крок Может быть Я неправильную игру Поставил Там была компания Окей А тут пока ждем Вторую игру Фогич Он начал Соответственно игра Должна появиться Не знаю какая Какая задержка Там должна быть Что за карта Консилт Нет Театрал нет А коли Плеер не пробовал По-любому Трансляция есть Я не нашел ссылку То есть на Темликвидовской странице Где обычно Собраны все плееры Вообще не указана Сейчас ни одна Трансляция Тау Мяу Привет Инстинкт Да Конечно Давайте пока не появилось Посмотрим пару минут От лица Вах ТВ проверял Неплохо От лица Фогича Все-таки Тиран Не знаю Я просто рекомендую Зарепортить Что баг все еще актуален Через приложение Тет на главный стримит Сейчас на до юна Там мун Давайте посмотрим Фогич Консилт Блэйдмастер Сирклетка выпала Такой разброд И шатание У Фогича на базе Виспы Два виспа стояли Куковали Приходишь на базу Никто не работает Такие Шейпшифтер Беляк Привет Блэйд выбивает Здесь артефакт К сожалению Это будет еще Минус висп Но с другой стороны Это будет и минус грант Скорее всего Он побежал Видимо на фонтан Так как он успел то Обманул Обманул Пойду искать гранта Тогда В этом Ну где Вот он Фоги Обзерв Переходим Давайте К Фогичу Непосредственно Из игры Посмотрим Как четко Вписался В кресло Фоги Да Создавай вид Что это ты контролишь Всех запутаешь Какой же я беляк Я же свой синевик Ты только что был беляком Как это работает Здание готово Здание готово Вот у меня Была уже такая тема Что Синий экран Столько заходишь в игру Не знаю Тебе еще Сида советовали Да я Знаю Да Я видел Ссылочка на сайдом Тут качество картинки Будет лучше Как это работает А как ты так делаешь Слышишь Защитить эту землю О прикольно У нас тут еще У Фоги Все нормально Правда Задержка будет Ладно Давайте так посмотрим Хоть внимательнее Внимательнее будем Data viewer Current resources Full screen display АПМ Во Самая полезная информация У Фоги 444 АПМ У фокуса 424 Кликают Непонятно Непонятно Правда куда Сравнялись Победит Ну давайте посмотрим По результатам Этого матча У кого больше То ты победит Армию игрока Атакуют Наконец-то Я покликаю Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык И заодно Увидим Куда Грант убежал В этой ситуации Он приходит Висп Ловится в сетку Легкое ощущение Дежавю Включи пожалуйста Лимит АПМ в конце Посмотрим Не-не-не Ситуация Эта же Постоянная Меняется Ай Он на спидах И просто убежал На фонтан У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- preferen- Taste. Увидеть все-таки его. Ай-яй-яй-яй-яй. Арча тем временем догнала одного пиона. Грунцер замазался, убежал. Рядом с големами стоит. Ну вот у Фогича уже начинает проседать АПМ. Фокус старается сохранять темп. Отличный вард стоит. Палит базу. Возможную. Книжку подрезали. Убежали. А смысла оставаться здесь не было. Потому что без вардов... Ну это без сентинелов, как они там называют. Часовой, да, сентинел. Ты все равно с Блэйдмастером ничего сделать не сможешь. Даже несмотря на просветку. Ну не хватит на постоянную тему. Ну и как мы без экспанды-то будем? Мне кажется, что Фоги будет ставить во время криппинга. То есть он придет. Начнет крипить. Если Блэйдани будет рядом. То есть развешивает, скорее всего, сов. Вот они сентинел после третьего кота. Получается. Точка сбора была поставлена кривая. Меня и название стрима. Чемпионат по АПМ. Смотрим. Болеем за Гоги. Болеем за АПМ. И второй раз Фогич ставит базу внутри застройки. Фоги не расслабляется. Это тактический отдых. Ну посмотрим. Вот Фокус тоже немножко при... Подздал. Т2, Гранты, СХ выходит. Хотел немножко обмануть Фогич. Понимаете? Успей добить Вича. А-а-а, какая прикопка странная была. Он так хотел второй уровень. Ой, третий точнее. Но прикопал не вовремя. Немножечко поторопился. Прикапывает Блэйда. Да, тут Shadow Hunter доедает. Ладно, нормально. Пока еще ничего страшного, сильно страшного не произошло. Плохо, конечно, что... Все идет по такому же сценарию, как и в прошлой катке. То есть стратегии у нас не меняются. Благословление природы. Алхимик немножко мурлоков на территорию врага подрезал. Но Фокус прекрасно об этом осведомлен. У него вард отличный стоит здесь рядышком. И еще рабочий. Ё-моё. Такого хрен крипджекнешь. Вот не было бы разведки с таким же крипрутом у орка. Фоги бы прибежал бы его с шахты... Ну, его на шахте поймал бы. База доделалась. Единение с природой в процессе. И вот Фогичу сейчас нужно... Он принимает решение, что надо идти крипицу. Армию игрока атакуют. Вашему мишкеру и тут и там показывают. Не знаю где, но хорошо. Хорошо. Беркуток пишет. 107 АПМ. Ухавка 290. Как же Фокус его превосходит. А свой ты какой-то. Стесняешься АПМ свой показать? Армию игрока атакуют. Давай, давай. Чё ты? Раздевайся. Пытается вписаться за Арчу. 230 у меня. Слушай, ну так-то не поверю. Надо демки. Демки залей какие-нибудь. Пару-тройку. Ну или фотку скинь своего АПМа в чат. Как просит Виваби. Ах, как же Фокус перемикливает, перетыкивает. Он подрезал артефакт. Да, Козлик рядышком, но Козлик тут особо не может. Шакир Майлав говорит, Маджеви Фокус на Зотоке у него всегда был стабильный АПМ. 394. Только Хэбли такой же стабильный. У Граби обычно 270. У Муна 3320. Но Граби никогда АПМ не обузил, лишних кликов не делал. Ага. Но АПМ не показатель. Помню, был старкрафтер, который 170 АПМ многим про навалил. Да. Валерия Скроу скидывает ссылочку на свой АПМ. Ох, как же здесь хорошо Фогич развел-то Фокусы. Но не хватит. Блин! На отмену Бат... Ай, коз... Ах, ты, ёппер, СТ! И Блэйд был... Ой, но у него было очень много времени для того, чтобы подготовиться. То есть... Эх, эх... Так изловили козла. Но это было, безусловно, красиво. Доди-До говорит, ЕС, Солнце, Майкер и Варкрафт. Ещё и отпуск не за горами, хотя... Хотя нет, в горах в Грузию полечу. Живописно. Помнишь, был такой гоу-спейс? Да-да-да. Ну, здесь у Фокуса всё прекрасно. У него уже третий. Базу Фогич не отменил, как мы видим. Козла подрезал. Герой довольно высокого уровня. И всё идёт к 2-0, к сожалению. Надо будет выбрать после этого матча, что смотреть. Либо Фогича в лузерах. Потому что у него там кто? Ох, не помню кто. Да-да-да, старенькая картинка его бискидывает. Это... Ой, не помню кто. Менеджер, кажется, СК Гейминг слева. По центру, естественно, молодой Граби. А ПМ-70 это никнейм Дедмана. Дедмана в те времена. Ну, Фоги вписывается. Сложно ему здесь, очень сложно. Веспы умирают. 55 лимита на 50. Козла до сих пор нет. Алхимик пытается отчаянно перелечиться. И умирает в этом моменте. Просто прекрасно у Фогиса все. Ну, он четко все делает. База начинает работать. Здесь продолжает работать у Фогича. Но проблема в другом. Проблема в высокоуровневых орковских героях. Сейчас почти 4-4. Нет, ладно, не почти 4-4. Но в целом там... Там третий козел и мертвый алхимик. Фоги не сдается. Фоги выманивает. Кстати, странно, что Фокус не проверил Блэйдом. Халяву вот эту вот. Да, пошел проверять. Ой, молодец. Получил четвертый. Сейчас артефакт еще может стырить. Смотрим. Ай, вот Фокус немножко ошибся. Здесь вполне можно было ворваться. И забрать артефакт, тот же самый рунный браслет. Не нужно абсолютно, но деньги он бы получил. Фокус в хорошей форме. Сейчас чего не скажешь о Фоге. Фокус, да, фокус. Сейчас действительно в хорошей форме. Не стоит забывать, что у Фокуса еще тауреновская аура из центра была выбита. Сейчас со скроллами за бистом он вообще может так же, как на Тортелл-Роке, тыкнуть в шахту. Тыкнуть в дерево. Смотрите. Сейчас р-р-р и погнали, да? Нет, нет, нет. Будет сражаться, похоже. Врывается варчей, штрафует одну Пурджем. Шаманов не деконтраливает. Немножко фокус. Пурш, Пурш, Пурш. Великолепно. Рык Пошел Ё-моё, как же жмут Фогича Посмотрите, Орда Просто параллельно бежит эльфам И когда настигает Решает атаковать Падает Орча Протекшн, лечение Но 55 лимита на 61 То есть Орка больше, у него героя лучше Козел терпит Сетка минус козел Все, это ГГ Тут уже никак не выиграть Блин, жалко, конечно Может, Муна посмотрим Так, чисто ради Ради разнообразия Чтобы восстановить, так сказать, веру В человечество эльфов Хороший грант База падает Фоги сражается до конца Но фокуса здесь не обязательно оставаться Он убивает базу Даже грантам уж не потеряет Нет, теряет в конце Лечения не хватило Все А дальше Делай, что хочешь Лимита у тебя больше Герой у тебя лучше Экспанд у тебя есть Экономика лучше То есть все параметры, которые Которые только можно представить Только штраф меньше у Фоги Через то, что у него 50 лимита То есть просто он не тратит на обкипе Но даже при этом При всем, что у него там штраф 30% Он все равно денег получает На 40% меньше, чем Орк Из-за наличия второй базы Сыхана половину пятый Затаренный маной Видит халявную криппинг Фогича Тут же его ловят Сетка-сетка Но здесь уже все Да Просто меня выкидывает Да, и фокус по АПМ выиграл 406 на 362 Поэтому тут Я думаю, что Все логично Все логично Будем ориентироваться на АПМ И в следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok